Сегодняшняя тема о бархатной курточке, которую я одевала на себя в рубрике современный городской стиль. Это для тех тем, кто заморачиваться не любит, а выглядит все-таки охота. Смотрите сюда на стол. Вот наша курточка перед нами. Сейчас мы нарисуем схему. Что хочу сказать. Кроя здесь, конечно, никакого нет. Вот она вот такая вот. Мы делали и меньше размера, и больших размеров. Мы уже эту вещь изготовили из бархата, из кашемира. Но хочу сказать, очень проверенная выкройка. Что нужно сделать? Нужно вот в этом месте, внизу, вот здесь, в начале бедер, измерить себя и проверить. Я вам даю чертеж на 116, 58 в полуобхвате. Вот здесь вот. Это вот обхват. Но вы можете брать больше. А что значит брать больше? Видите, вот здесь прямая линия. Вот она, прямая линия. Линия боковая, и она же линия рука. Вот она, прямая линия. Чтобы взять больше, вам просто вот эту прямую линию нужно будет увеличить. А чтобы взять меньше, мы шили и 46 размер. Эту линию нужно будет перенести вот сюда. Все зависит от того, какая будет заложена мерка. Но вы будете так же прямыми линиями уменьшать или увеличивать. Можно немножко удлинить. Вот низ изделия. Вот наши боковой шов, переходящий впрямую. Абсолютно ровная линия под линейку. Не составит вам труда это отрезать. Обратите внимание сейчас на стойке. Мы с вами сейчас выведем прямую линию от стойки. И выведем вот этот вот кусочек, который нам нужно вырезать. В сантиметрах все это нарисуем сейчас. Обратите внимание, полочка перешла в стойку. И наверху, поверху стойки абсолютно идеально ровная горизонтальная линия. Ничего здесь не надо делать. И так же ровная уходит вниз и немножко скашивается. Вот схема нашей курточки. Рукав, абсолютный прямоугольник. Эта линия ровная и эта линия ровная. Если его выпарить, разложить, это получится абсолютно ровный прямоугольник. Он будет зависеть от вашей полноты руки. У меня вот здесь вот сделано под мою полноту руки. Но вы если захотите, здесь увеличите побольше. Или немножечко здесь уменьшите скос и увеличите вот тут рукав, если вам нужно пошире. Приступаем к построению. Вот наша линеечка. Вот наш боковой шов. Мы потом в конце обведем все маркером. Видите, что она в плечах чуть-чуть шире. Но на полуфлоте сантиметра на два шире, чем в бедрах. То есть, смотрите на меня. Вот от низа, от бедер, чуть-чуть-чуть кверху, сюда к плечам идет на расширение линия. Вот смотрите, вот она. Присуем второй боковой шов. Очень проверенная выкройка. Прямо вам рекомендую, рекомендую, рекомендую воспользоваться. Кто еще не купил 10 мерок, кто еще как бы не силен кроить, пожалуйста. Вот такие простые методы даю специально всем, чтобы мы как-то, хоть как-то были одеты. Вот наша стоечка, смотрите. Ну, 25 сантиметров, возьмем 12,5. Вот середина нашей куртки. И здесь отметила середину. Вот смотрите, боковой шов, боковой шов, середина. Середина, центр переда, центр спины. И он же центр спины, вот он. Вот положила, разделила, смотрите. Ширина стойки 25 сантиметров. Значит, сюда 12,5 откладываем от середины. И сюда 12,5. Вот видите, наш центр пошел, да? Если бы я сейчас сняла курточку, я бы его соединила с тем, но пока не хочу снимать. Вот наша стоечка. От этого места обыкновенный прямой угол строя. Глубиной, ну, 6,5 сантиметров. Вот смотрите. 6,5 сантиметров. И скос плеча 15. Ой, давайте возьмем 14. Вот так 14 лучше возьмем. 14. Сейчас я все повторю еще раз. Вот объем нашей курточки. Вы замерите себя и определитесь, какой вам нужен объем. Вот вверх отсюда, от этих точек, эти половинки, ну, расширились сантиметра на 2. Сейчас скажу вам точно, на сколько. Здесь у нас 29 сантиметров, а здесь у нас 33. На 4 каждая разошлась. Если от этой точки, вот сюда, вот, плюс 4. Если вот так, вот эта точка совпадает с этой. Посмотрите. Эта точка ушла на расширение на 4 сантиметра. У нас здесь 58, то есть 29, 29. А здесь 33, это 66, это 58. Высота курточки у нас вместе со стойкой 66 сантиметров. Ну, вы можете брать 70 сантиметров, ну, какая вам хочется. Она у меня вот такая короткая, сильно удлинять тоже ее нельзя, стиль потеряется. Ну, немножко вот так до конца животика можно удлинять. Вот начало плеча, вот конец плеча. Смотрите, проводим прямые линии. Обратите внимание, вот это уже наша выкройка. На спине вот такая абсолютно ровная линия. Только что раскладываю курточку. Полочка переходит в стойку, она абсолютно ровная. Не надо здесь ничего, вообще ничего придумать. Ну, и вот к этой части у нас пришвется рукав, который просто у нас прямоугольник. Сейчас замерим рукавчик. На сколько мы тут углубили? На 14, 14, 6 и 5. 14, 6 и 5. Вот наша курточка. Многие написали, многие просили, чтобы я дала такую курточку. Она очень хороша. Думаю, что как бы вы воспользуетесь обязательно этой выкройочкой. 15, 6 и 6. 39, 40, 40. 39, 40. 45, 51. 50, Nabong. 60, 40. 81, 80, 42. 92, 54, 51. 24, 54, 54, 53, 54, 50, 54, 54, 55, 54, 55, 57, 48, 54, 55. 55, 54, 55. 25, 55, 55, 55, 56, 48, 66, 56, 55, 55, 55, 65. 25, 55, 55, 62, 54, 56, 35, 52, 55, 50, 55. смотрите наш прямоугольник здесь 66 сантиметров здесь 58 ширина и высота 66 до вершины стойки здесь мы от нашего прямоугольника углубили 14 здесь написано 14 вот отсюда вот сюда 14 вот здесь вот шесть с половиной и от этих точек мы провели вот эти две линии практически вот этот вот прямоугольник вот я его штрихую он вырезается вырезается выбрасывается но я вам не буду его вырезать потому что вы поняли что построение вот это вырезать и выбросить вот это вырезать и выбросить вот наша выкроечка потом расскажу про переднюю застежку сейчас переходим к рукаву длина рукава 38 наверху у нас 20 сантиметров ширина значим пишем ширина поверху 40 я сейчас все распишу 40 и ширина низа ширина низа ну 16 сантиметров значит ширина низа 32 очень хорошо рисуем шириной 40 сантиметров сейчас рукавчик 40 вот половина это плечевой точка с плечевым швом я сейчас все обозначу маркером от половины вниз рисуем перпендикуляр перпендикуляр 37 сантиметров длиной 37 это без подгибки потому что у нас тут еще существует подгибка чтоб я могла отворачивать но я вам даю просто чертеж дальше уже вы сами так ширина по низу 32 значит вот так смотрите 16 и 16 32 и соединяем эти точки еще раз повторяю кто не войдет в эту ширину выше свои тут замерите какая вам нужна рука вот рукав готов смотрите это не длинной рукава от нашего плечевого шва трицидера 37 здесь у меня плечо спущенное и плюс еще 37 вот эта точка прямоугольник она мне не в этой точке находится куртка немножко так спущена отсюда 37 вы сами на опыте уже будете делать все прочувствуете что вам нужно вот наш рукавчик рукавчик дала вам в цифрах 37 40 и 32 вот центр рукава к плечевому шву вот эта точка все рукав готов то что я начертила это спинка для под для того чтобы лучше вам объяснить я сейчас сниму спиночку и построю переднюю часть чтобы вы точно уже не заблудились центр переда на передней части рисую пишу центр переда смотрите стойка стойка ушла в плечевой шов вот плечевой шов вот наш боковой шов чем отличается полочка от спинки передняя часть от задней что у нас по центру переда ширина полузаноса для двубортного изделия 7 с половиной сантиметров мы здесь возьмем смотрите 7 с половиной сантиметров сейчас рисуем линию сейчас я вырежу все вам покажу вот наша стойка вот наша стойка и на эти 7 с половиной сантиметров она пошла вот так ровной линией сейчас я как бы отдельно вам это все покажу центр переда центр переда не имеете права вообще ничего делать не знаю где у вас центр переда я устала устала уже это вам говорить мы ее сняли с полочки пояса спинки поэтому я здесь ничего не обозначаю смотрите сейчас вырезаю могла бы вам на словах рассказать как делать вот эту прибавку но чтобы не заблудились сейчас наглядно вам все показываю то сейчас мы имеем полочку спинку и рукава абсолютно ровная линия абсолютно ровная линия смотрите ровная линия однако в ней есть центр переда так кальку убираем она нам больше не нужно вот наша спиночка в чертеже вот наш рукав рукав просто прямоугольник по определенным цифрам вот наша полочка смотрите она абсолютно идентична спинке вот она до центра переда просто мы сделали вот эту вот прибавку вот видите мы сделали просто вот эту прибавку чтобы тут вот пришить кнопки вот здесь вот будут пришиваться кнопки наши вот здесь вот ну примерно я вам обозначаю примерно вам вот так обозначаю еще раз показываю курточку на себе еще раз показываю курточку смотрите не надо владеть кроем чтобы нарисовать вот эту схему которую я вам дала вот наша курточка абсолютно ровный шов переходящий в новую ровную пройму под линейки вверх абсолютно ровный вот тут все под линейку также вот здесь вот все под линейку ничего не надо вам заморачиваться думаю что многие из вас сделают рада была вам показать делитесь нашим видео со своими друзьями желаю успехов вам в вашей работе будьте разнообразными может быть даже вы сделаете не одну курточку ни одного цвета разных цветов светлую темненькую и будете одевать под настроение с вами была я паушты ирина михайловна и и и и и Продолжение следует...